здравствуйте друзья вопросики я зачитаю здравствуйте михаил меня зовут аня слушаю вас наверное не так давно как хотелось бы у меня есть пожелание к теме видео вопрос из серии за жизнь мне 26 и у меня возник вопрос как научиться прислушиваться к советам реально их слышит они так чтоб на половину например моя преподавательница чудесная и умная женщина дает мне совет я понимаю что до права к совету прислушиваюсь но как-то частично а в голове все время крутится мысль да сделай ровно так как сказали лучше же будет как научиться не просто слушать а именно слышать я стараюсь вести осознанный образ мы жизни всегда стремлюсь к тому чтобы быть с ясной головой а не пребывать полусонном состоянии может быть есть лайфхак чтобы начать реально прислушиваться к хорошим советам и не приплясывать на граблях фигасе на граблях возможно я написал фигню и дело в лени хотя я стараюсь этого избегать тоже теперь пишу как и вы небольшой список дел на день в общем если вам интересен вопрос была рада услышать что-нибудь по этому поводу может какую-то историю из жизни истории из жизни есть у меня давайте поговорим значит а ханечка что сказать много мыслей пронеслось роем в моем сознании пока я значит зачитывал это письмо первое письмо первая мысль у меня была чего же мои-то студенты не задумываются а ведь правду же говорит михаил петрович может быть сделать как он говорит понимаешь вот ты все-таки до думать что-то им даже вот зачастую не приходит в голову но это дело такое значит пытаясь перенестись так сказать возраст лет двадцать шесть значит что я могу сказать я я сам такой у меня в жизни были но не то что учителя но вокруг были люди каждое слово которых на вес золота я только намного позже знаете спустя много лет до меня стало доходить вообще что я мог вот так прикоснуться к чему-то совершенно невероятному и и не сильно прикоснулся хотя мог бы вроде бы чего не прикоснулся в психологии есть такой раздел психологии там детская возрастная психологическая психология вот есть такой термин называется зона ближайшего развития вот зона ближайшего развития это то вот чего ты можешь реально достичь вот там скажем какое-то время и вы можете на человека вывалить в пять раз больше информации вы можете его как-то интенсивнее там или что-то но он должен вот прийти туда куда может прийти а там у него это значит следующая его зона ближайшего развития на расшириться продвинется там он сможет дальше идти но понимаете вы не можете одеть вот эти сапоги как не там семимильные которые скачут там для почтовой связи или как для чего они там используются вот потому что в реальном мире такого нет в реальном мире вот и идешь той скоростью с которой ты идешь и это не повод огорчаться это не повод думать как это изменить просто вот каждый из нас такой какой он есть каждый из нас может употребить в дело вот что-то вот что-то может употребить и вы можете как же так ты же вот там стоял вот с одной стороны нефтяная скважина была с другой стороны там золото вот там люди киркой вообще там копают да не работает так но вот есть человека есть и вот он чего может то и делать поэтому я думаю что вы должны удовлетвориться тем чтобы сказать себе я делаю то что могу и если вы чувствуете что вы не доделываете того что можете не по результату а по процессу по процессу вот то есть вы говорите себе я вроде не ленивая я стараюсь там ну и молодец значит существенно я двигаюсь вперед я может быть не так быстро двигаюсь как бы мне хотелось но я двигаюсь но и отлично подавляющее большинство людей вообще никуда не двигается мало того и даже это не сильно заботит вот он пиво выпил пиццу скушал телевизор посмотрел там купил наклейку обама чмо и повесил себе на стекло вот вот собственно и вся его жизнь поэтому то что вас это уже беспокоит и так далее вы нормально идете светлана скажи что я хочу сказать что вопрос вот так как он здесь сформулирован да он сформулирован не совсем корректно ну естественно потому что вот аня говорит так что как научиться прислушиваться к советам и реально их слышать дело в том что вы слышите все потому что если вы не слышали ничего то у вас бы или даже наполовину слышали у вас бы не было ощущение что вы чего-то недослышали значит возникает вопрос так вот вы пишете научиться прислушиваться к советам реальные слышит они не так чтобы наполовину вот вы услышали учительницу да Преподавательница Понимаете, что она права Вы услышали К совету прислушивайтесь Но делайте частично И вот Миша тут абсолютно прав В том смысле, что человек может сделать ровно столько, сколько он может сделать Очевидно, в этот момент Вы просто больше через себя не можете перепрыгнуть Но у вас правильное направление В целом Что раз вы об этом задумывались Это значит, что Вы можете услышать немножко больше Чем если бы не задумывались Раз вы говорите, что она права А давайте я попробую Это вы, я за вас говорю Раз она права, моя преподавательница А я попробую расписать А что за этим стоит У некоторых Восприятие информации у всех разное Одни услышали что-то И у них в голове есть план действий Другим нужно сесть и написать первое, второе, третье Третьи вообще не знают За что хвататься Хватаются за какие-то лоскутки У них получается одеяло, которое они пытаются разложить А в итоге они просто дергают за все это И ничего у них не получается Значит, вы подумайте, к какому типу вы относитесь Если вам легче, например, услышать что-то И попытаться это записать так, чтобы охватить Вот то, что вам сказали Вы все услышали Здесь вопрос не в том, чтобы услышать все А в том, чтобы воплотить это как можно точнее То есть вот как-то систематизировать, да? Да То есть раз вы все услышали У вас может не получиться все воплотить Просто потому, что у вас может быть недостаток знаний Или недостаточное видение проблемы Ведь я вам скажу честно, что Передать другому человеку свое видение невозможно вообще Я вот говорю какие-то слова, да? У меня за этими словами стоит определенный образ А вы воспримите ровно то, что вы в состоянии воспринять сегодня И это может быть совсем не то, что я хотела сказать Сколько людей, столько восприятий Поэтому абсолютно адекватного совпадения Стопроцентного нет и быть не может Да Но есть ваше собственное мерило Где вы можете сказать Вот она так сказала, а я это так поняла И все, что я так поняла, я уже это сделала Мне слово мерило понравилось Хорошее мерило Да, то есть когда вы сами себе сказали Вот я этот вопрос поняла таким образом И нет объективного понимания, да? Потому что то, что сказал этот педагог Вы поймете так, а другой ваш приятель поймет по-другому Но вы поняли как-то И в том ракурсе, что вы поняли Очевидно тут вопрос в том, что вы не доделываете это до конца Одну секунду Да Не доделываете это до конца И может быть это в силу разбросанности То есть вы понимаете, где это целое находится Да? У вас в сознании оно есть Но где-то вы не дорабатываете И там еще один вопрос с этим перекликается У меня в свое время, когда я еще была молодая Очень моложе даже вас, да? У меня было такое ощущение, что я начинаю очень много дел И никакой из них не заканчиваю Вот у меня как-то вот Какое-то вот возникает желание Такой подъем энергии А потом просто я не заканчиваю И мне в какой-то момент стало страшно Мне стало страшно А мне было тогда 18 лет Я думаю, неужели я проживу всю жизнь И не закончу ни одного дела до конца А я вообще в состоянии это дело закончить или нет? Любое И я себе придумала какое-то дело, как тест И стала его заканчивать до конца Я знаю какое-то Не важно, это не имеет значения Я его закончила И у меня получилось внутреннее убеждение Что да, я умею заканчивать То есть если я себе ставлю цель Я знаю, у меня достаточно внутренних ресурсов И это чисто внутреннее убеждение Ну это не имеет значения Я уже тысячи раз об этом говорила У меня достаточно сейчас убеждения Что я в состоянии это закончить Очевидно, вам не хватает вот этой уверенности При всем том, что вы организованы Вы стараетесь планировать У вас нет где-то внутренней уверенности Что вы делаете на 100% то, что хотели сделать То есть может быть на самом деле Может быть вот этот недостаток уверенности в себе Абсолютно Он ее и вышибает Абсолютно Ты это хочешь сказать, да? Да, поэтому вы можете взять какое-то одно дело Потому что, конечно, жизнь многообразная И тут один учитель искал, там другой учитель искал Всех не наслушаешься И на всех все на 100% не выполнил Но возьмите себе какой-то тест И скажите себе Вот этот тест, вот это мое стопроцентное понимание Вот я его расписала Вот я его продумала Я могу это выполнить на все 100%? Нет, нет Не надо говорить, я могу Надо говорить, я выполню это на 100% Я выполню, да Я выполню это Как только вы один раз выполните одно какое-то задание Вам сразу станет легче жить на свете Вы поймете, да я и другое могу И третье могу И четвертое могу Все могу Все могу Да Вот И вот в этом такой маленький ключик, да? Вот то, что вы говорите Как-то вот так его интересно назвали У меня, знаешь, что, Света, я хочу сказать? Вот девушка, она как бы говорит, что я вот понимаю, что там правильные, но как-то не доделываю А у меня, например, другое Я вот с одной стороны, я все время говорю, что вот студенты приходят И если ты не можешь быть ведомым, то тебя вести невозможно Тебя невозможно никуда привезти Ты получается, что ты вроде как сам, да? Если ты неведомый, значит ты сам идешь А чтобы самому идти, надо компетентность иметь Понимаешь? Если ты делаешь какое-то дело, в котором ты некомпетентен Ты новичок и так далее То ты не дойдешь до конца, потому что ты некомпетентен А довести себя ты тоже не даешь Я это вроде как говорю, и я понимаю, о чем я говорю Но я сам такой Я как ведомый совершенно никуда не гожу Я слышу что-то Вот я знаю за собой, я слышу, кто-то что-то рассказывает И он очень грамотный, и он знает, что говорит и так далее И у меня по ходу дела сразу возникают мысли, как это надо сделать по-другому Понимаешь? И казалось бы, ну чего я вдруг должен сделать по-другому Вместо того, чтобы понять, как человек говорит Ну, еще раз, все же люди разные Я же говорю, что невозможно 100% перенять то, что другой человек хочет сказать Ты не в состоянии, потому что каждый воспринимает по-своему Но, если ты себе определил даже, как-то сделать это по-другому И сделал это так, как ты хотел, на 100% То у тебя будет чувство удовлетворения Я еще одну вещь хочу сказать К этому вопросу Наблюдение такое по жизни Дело в том, что Есть Разная степень Активизации Восприятия мозга и так далее Вот, например Вот я веду урок И я говорю, ребята, вы пойдете на интервью И вас обязательно спросят Вот, там, расскажи о, я не знаю Вот, о том, как ты делал вот этот вид тестирования Например Значит, вы отвечаете на него вот так Я рассказываю, как первое, второе, третье Пишу на доске Или там на экран оно выходит Они записывают с элфонами с экрана Фотографируют там еще чего-то И на этом все заканчивается Никто не выполняет Никто не выполняет Ну, он где-то себе там документировал Знаешь, он, как он На всякий случай В наше время, например, нельзя было купить книжку Как научиться печатать на машинке Машинопись Не было книг То есть их издавали большими тиражами Но их нельзя было купить И никто не умел печатать при этом Но надо иметь книжку Ты видишь книжку, ты берешь Ты понимаешь, что это может пригодиться Понимаешь, в итоге Книжек не было И никто печатать не умел Вот то же самое здесь происходит Значит, он фотографирует на сэлфон Но дальше же надо выучить А у него там уже на сэлфоне Там 200 штук таких, понимаешь Ну, когда ему учить Но дальше он идет на интервью И ему задают вот этот самый вопрос И когда вот я Ребята, которые работают, находят И он задает Что спрашивали? Знаешь, как будто там что-то такое спросят Он говорит Да вот все, что в школе рассказывают То есть спрашивают Понимаешь, ничего не спросили Такого, чего мы не проходили Это немножко другой вопрос Нет, я к чему говорю Значит, когда он на интервью этот вопрос получит Света Он садится Он начинает разбираться И он на всю жизнь запомнил Его ночью разбуди Он тебе ответит на этот вопрос Поэтому Активизация восприятия Принципиально другая Поэтому Если бы Девушка Там есть имею в виду? Аня Анечка Значит, если бы Аня Пыталась чего-то в жизни сделать И ей бы что-то не хватало Понимаешь? Ей бы не хватало Экспертизы Учителя Учителя Понимаешь? Она бы сказала Боже, как плохо, что у меня нет учителя, который бы сказал И в этот момент учитель говорит И у нее озарение И она на всю жизнь И все В данном случае что происходит? Она получает в готовом виде Некий рецепт И она даже понимает, что рецепт В общем-то Хороший рецепт Понимаешь? Но у нее нет обостренного восприятия Потому что она не озадачена Должна быть сформированная потребность Она не озадачена У нее нет, собственно Ну и что? Понимаешь? Ну и что? Вот-вот Да Ну, в общем, Анечка У вас все в порядке Да? У вас все в порядке Вы все делаете правильно Вы все структурируете Вот Ну и вперед Только немножко больше уверенности в себе Да? И постарайтесь вы какое-то дело одно Довести от начала до конца Чтобы понять, что вы это можете Как практическое Да Как инструмент для повышения уверенности в себе Конечно Вот только и всего Вообще человек, он, когда успешен Это его делает очень красивым Человек красив успешностью своей Конечно И поэтому сделал одно дело Пусть оно будет маленькое Пусть оно будет там, не бог весть что Сразу удовлетворение появляется Удовлетворение, уверенность там И пошло, и поехало Всегда начинается с чего-то такого вот С мелочи Ну пусть, пусть Это будет что-то небольшое Но оно дает уверенность Это начало пути большого Конечно Вот Так что у вас все в порядке Абсолютно даже не сомневайтесь Вы совершенно в норме Ничего аномального нет Так что Анечке, Анечке Пожелания успехов А мы с вами, друзья Движемся к другому вопросу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!